Судно было построено в 1710 году. Водоизмещение 200 тонн. Первоначально называлось «Конкорд». В 1713 году корабль был продан Испании, а затем перешел в собственность Франции. В 1717 году, когда «Черная борода» захватил судно, он увеличил количество пушек до 40, переоборудовал внутренность судна и переименовал корабль в месть королевы Анны. 1717 и почти весь 1718 год был для «Черной бороды» очень удачным. Его флотилия выросла до 4 кораблей, команда насчитывала более 300 пиратов. Им было ограблено свыше 40 судов. Предпринимались береговые вылазки и морские блокады. Однако к этому времени губернаторы Багемских островов и особенно Виргинии предпринимают ряд мер по борьбе с прибрежным пиратством. В июне 1718 года месть королевы Анны сел на мир, а затем затонул в бухте Токсев. Это район нынешнего залива Глюфорд. По одной из версий, «Черная борода» старался укрыться от преследователей в огромных местечках Северной Каролины, но не справился со сложной судоходной обстановкой в этой акватории. По другой версии, Тич намеренно посадил корабль на мель, так как после этого происшествия, бросив команду с небольшой группой пиратов и всей награбленной добычей, он скрылся на небольшой мышлепе. Ну и сама королева Анна была уже ему не нужна, так как была слишком заметна и слишком известна у этих водов. В конце лета и осенью 1718 года «Черная борода» предпринимает еще ряд пиратских вывозок. Однако 22 ноября нанятый губернатором Виргинии английский лейтенант Роберт Мэйна настиг корабль Тича. В рукопашном бою предводитель пиратов был убит. Ровно через 278 лет, 22 ноября 1996 года, в районе Бьюфорда под водой был обнаружен прожавевший якорь, а затем и останки старинного судна. Проведенные впоследствии подводные работы и лабораторные исследования, поднятых со дня артефактов, позволяют с большей уверенностью утверждать, что это найденный корабль именно месть королевы Анны. Хотя огромное количество судов и кораблей, несколько сот, в разное время потерпело крушение в этих водах. Работа над этой находкой продолжается и по сей день. Подводные изыскания и лабораторные исследования работы в архивах.